Сегодня в гостях у нас особенный человек, так если присмотреться вроде бы из плоти и крови, но это Айронмен, причем не вселенной Марвел, а самый что ни на есть настоящий, но правда немного особенный. Это Дмитрий Якухный. Дмитрий, немного расскажите о себе. Вы человек, занимающийся ультрамарафоном, триатлоном, всеми этими изнуряющими организмами, видами спорта. Я начинал вообще с футбола. То есть в 7 лет у меня очень сильно болели ноги. Меня отец взял за шкирку, отвел на стадион строитель и сказал, вот тебе мяч, будешь заниматься футболом. Позанимался несколько лет я футболом, ноги окрепли. Потом посмотрел где-то или где-то мне в школе дали в очередной раз в глаз. Отец посмотрел объявление. На стадионе «Динамо» объявляется набор в группу по самбо. Пришел к Юрию Потапову, начал у него заниматься самбо. Дозанимался до кандидата мастера спорта, потом перешел в тяжелую атлетику. КМС по жиму лежа. Приехал в Владивосток. Здесь начал опять заново бегать, но уже бегать не как я в детстве бегал, там трешки по 3-5 километров. Уже начал полумарафоны бегать, потом ультрамарафон сделал, потом все-таки мы вернулись и со своими единомышленниками пришли к том, что у нас в Приморье нужно организовать клуб по триатлону и привлечь людей, которые сейчас в принципе у нас уже несколько сот единомышленников, которые занимаются и участвуют в триатлонах. Сейчас у нас очень много было уже стартов, забег. Предстоит гонка героев. Лео Ран. Лео Ран, да. Где планируете участвовать? Что планируете? Ну, сейчас, если говорить о ближайших гонках, то в субботу это будет гонка в уссурийский Уссурии Трейл, в воскресенье будет гонка Лео Ран по земле Леопарда, через две недели будет гонка, на которую поеду я и представители Приморья, наши приморские спортсмены. Это будет гонка в Алтае Ультра. Мы будем бежать там на различные дистанции, 75 километров, я побегу 125 километров. Если говорить про планы на будущее, то это несколько стартов Iron Man и, наверное, самый крупный старт, который был мечтой моей жизни, это, конечно же, старт Марафон де Саблис в пустыне Сахара в октябре месяце. Надеюсь, все будут следить и болеть за меня. В Сахаре вся фишка в том, что ты еще несешь всю еду с собой и плюс ночлег, то есть у тебя рюкзачок от 7 до 15 килограмм, ты приехал туда и на 7 дней все, что у тебя есть, то есть тебе нужно прожить, как-то просуществовать. Воды сколько дается? Воды организаторы предоставляют 6 литров воды в сутки. Если ты попросил бутылочку дополнительной воды, то 2 часа штрафа. Если ты попросил еще одну бутылочку воды, то ты едешь домой. Уже 2 года я пытаюсь свой организм приспособить к данным условиям. Бегаю в сауне, тренируюсь, иногда беру с собой рюкзачок весом в 15 килограмм. Там есть очень классная традиция такая, ты когда начинаешь бежать эту гонку, у ACDC есть песня «Дорога в ад». И вот все гонщики начинают дружно петь эту песню и начинают видеть свое движение по пустыне. Ты понимаешь, что человеческий организм на самом деле не изучен и с каждым новым испытанием ты толкаешь себя на новое преодоление себя и ты с каждым новым стартом ты становишься сильнее. И границы человеческие становятся вообще неограниченные. То есть ты понимаешь, что на самом деле все только в твоей голове, ну и соответственно в тренировках. После практически каждой тяжелой гонки или во время тяжелой гонки я говорю, что так все, Дюй, остановись, хватит. Мама мне постоянно говорит, сынок, может быть тебе хватит уже бегать, у тебя трое детей, остановись. Все уже, ты все свои награды уже завоевал, все, ты уже всем доказал, сбегал вокруг кровати, побежал китайский марафон, ты все уже сделал, успокойся. Прибегаешь на финиш, думаешь, блин, ну классно закончил, да, все. Потом тебя тут же либо твои знакомые, либо ты говоришь, блин, а вот есть еще вот такая вот штука интересная, может быть там попробовать свой организм. Памятных историй, вероятно, уйма. Какая такая первая приходит в голову? Это было в далеком, уже в далеком, в 2016 году, потому что ультрамарафонов уже много. Первый марафон, который я пробежал 42 километра, и чувство было такое, что я на следующий день не встану. Ну просто я, блин, хотел сжечь кроссовки, думал, так все, пора уезжать. На этом гонке мы и закончились, никогда не вернусь к этому. На следующее утром мы встали, поели кашки, кушали бананчик, ну и все, и побежали дальше. Бежим вместе с китаянкой, то она обгоняет меня, то я обгоняю ее, подбегаем к пункту питания. Она объясняет врачу, что уже ей все, гликоген закончился, все, невозможно бежать. Она выпивает глюкозы, начинает двигаться, у нее судорога, одна нога. Она падает, ползет, просто ползет, начинает ползти. Ее хватает под руку, она всех отталкивает, начинает дальше. И здесь я понял, что люди настолько увлечены всеми этими вещами. Она со слезами на глазах начинает вставать, она говорит, я хочу закончить. Я уже два или три года приедаю, у меня задача добежать. Я не могу за два-три года, я не могу постоянно. Что-то происходит. Происходит такое. И здесь я понял, что каждой гонке, каждой серьезной гонке нужно именно подходить целенаправленно и нужно все изучать. То есть нужно изучать свой организм, нужно предварительно проходить анализы. То есть нужно четко понимать, что организм тебе не прощает ошибок. То есть если ты сегодня пропустил тренировку, либо где-то не доделал что-то, оно в любой момент может тебе вернуться именно на гонки. Где-то ты что-то не взял, то есть какой-то дискомфорт, то оно обязательно вылезет. Что нужно человеку, чтобы реально зарядиться на каких-то там 100 километров? Ну, во-первых, каждый человек должен полагать и понимать, для чего он это делает. То есть перво-наперво ты должен для себя определить цель. Ты хочешь преодолеть, либо ты показать результат. Если ты хочешь показать результат, тогда у тебя должны быть четко тренировочные планы, программа, питание, тренер. Если ты хочешь просто преодолеть эту дистанцию, то ты должен подойти к ней с головой. То есть ты должен изучить информацию у организаторов, как это делается, у опытных людей, которые уже бегали эту дистанцию. И, в принципе, все преодолено. — Обувь многое решает? — Обувь в беге решает процентов 70 или 80. Успеха. — То есть главное? — Главное подобранное обувь решает очень много. Потому что если мы говорим о трейловом беге, то есть беге не по шоссе, а именно по пересеченной местности, соответственно, то есть у тебя будет нога проскальзывать, тебе будет некомфортно. Плюс, если ты бежишь долгую дистанцию, большую, больше суток, двое, у тебя начинают ноги отекать. Если ты приобретаешь кроссовки, которые в размер в размер, то они у тебя просто будут в конце дистанции, у тебя нога опухнет, и она просто будет натирать. Поэтому на пустыню Сахара, то есть я беру кроссовки на полтора размера больше, чтобы, получается, можно было комфортно бежать все семь дней. — Это семь дней? Бежать семь дней? — Ну, там нисколько... Многие опытные люди уже говорят, там нисколько про бег, а сколько про ходьбу и про философию именно с головой. То есть ты должен прийти на эту гонку и подружиться со своими мыслями. — Я подружился с твоей головой, когда я не заявился на эту гонку. — Это верно, наверное. — Скажите, реабилитация после вот такого вызова должна быть соответствующей? Как восстанавливаетесь? И сколько приходится восстанавливать организм? — Ну, во-первых, у всех это индивидуально, у всех по-разному. То есть говорить про каждую гонку и про восстановление, ну, очень сложно. Обычно на больших нагонках, на ультрах, по своему организму я теряю от 7 до 10 килограмм. То есть если ты выбегаешь там 80 килограмм, то прибегаешь к финишу 70 килограмм. — 10 килограмм. — Причем из них, если сравнивать с последними гонками, около 5-6 килограмм это уходит мышцы. Поэтому, чтобы подготовиться к серьезному забегу, я посещаю тренажерный зал, чуть-чуть подкачиваюсь, обильное питание, хорошее. — Такой толстяк вышел на старт. — Да, да, да. То есть ты должен выйти в уровень такой и соревновательный, но чтобы организму хватило и чтобы было что брать с твоего организма. То есть если говорить про мою запоминающуюся, наверное, гонку, которая была в 2019 году в Гонконге, 160 километров, я заканчивал эту дистанцию уже у меня была судорога в ногах. То есть я просто хотел финишировать, потому что было большое желание преодолеть эту дистанцию. Истощение организма было полное. Я прибежал туда в таком состоянии, чуть-чуть в эйфории и обручном. То есть хорошо, что на всех ультрагонках, на больших, не знаю, это, может быть, нездоровый образ жизни или здоровый. То есть там дают пиво. И то есть стакан пива. Я выпил стакан пива, у меня голова отпустила все мысли. То, что я прибежал, все, успокоился. Плюс витамины В, которые улучшают состояние организма. Плюс то, что просто состояние, то, что ты бежишь там больше суток, постоянно в напряжении. То есть не можешь заснуть в таком плане. Тут стаканчик пива ты выпил, расслабился. А какой вообще напиток предпочитаете? Да, если говорить про гонки, про длинные гонки, то ничего колы, наверное, лучше нет. В связи с тем, что там сахара очень много. Соответственно, то есть ты пьешь его только на гонках, чтобы, когда гликогены уходят из организма, ты себя начинаешь подпитывать, и ты можешь дальше двигаться. Дим, расскажите историю вот по поводу гонки в Китае с Кока-Колой. Про поводу гонки с Китаем, это была гонка 9 драконов. Мы бежали 160 километров, и один из этапов был преодоление джунглей от 5 до 10 километров в джунгли, где были дикие обезьяны, и нас сразу предупредили, что не вздумайте там сразу из рюкзака доставать, либо пытаться заснять, либо еще что-нибудь. Перед этим, преодолев дистанцию 80 километров, уже организм перестал усваивать обычную нормальную пищу. Я на пункте питания выпил колы, побежал наверх, забегаю в эти джунгли, и у меня просто человеческая… Газоделение пошло, я на них рыкнул, и тут же они на меня все… Тоже начали собираться в компании и недружелюбно меня провожать, чтобы я быстрее преодолел эти джунгли. Поэтому такой, скажем так, толчок, быстрее к финишу меня погнали. Удачи вам, самое главное пройти этот супер-марафон, который вы перед собой видите, я же даже понимаю, мечту, как цель, чтобы все получилось. И чтобы мы в следующий раз как раз говорили уже о том, как там было бежать, вспоминали это, возвращались к сегодняшнему эфиру и рассказали все то, что не рассказали сегодня.